Вечер добрый! Здравствуйте! Сегодня мы хотим, во всяком случае, я хотела бы поговорить о понятии мера за мером. Надеюсь, что меня слышно, что все слышат мера за меру, а также о 98 проклятиях, сказанных Моше Робейну практически за пару дней до конца его жизни. В своих уроках я обычно пользуюсь материалами Рафашкеназии, Рафславицкого, Рафлевии, ну и понятно, что текстами наших святых книг. Но вот в этот раз, этот урок, эту нашу сегодняшнюю беседу, я, наверное, впечатлилась неким рассказом, услышанным от Рафашкеназии, и поэтому я хочу начать именно с этого рассказа, вот нашу сегодняшнюю беседу. В этом рассказе, я начинаю этот рассказ, да, в этом рассказе говорится про одного очень крупного раввина, некой общины в Америке. И этот праведный человек, на плечах которого лежит очень много дел, очень много обязанностей, в один из своих самых занятых дней, самых занятых, потому что есть очень много обязанностей, которые накладывают на него его положение, да, это Рафрошашана, вечер перед Рошашаной, он и его жена оставляли все дела и ехали на кладбище. Это был день Йорцита, его тёщи, мамы жены. И вот в один из дней жаркого августа, когда вообще температура в Америке, август очень жаркий месяц, вот когда температура воздуха доходила там практически до 40 градусов, так оказалось, что вот в этот жаркий день этот раввин оказался по своим делам совершенно недалеко от этого кладбища. И он решил, что, в общем, до Йорцита осталось не так уж и много времени, и, может быть, в этом году уже было бы правильнее, чтобы он пошёл сейчас на могилу, поскольку он раньше времени, да, а уже в Йорцит, в день, вот, когда умерла его тёща, они уже дома почитают Мишнаёты, Псалмы и так далее. И тогда он успеет больше и сможет помочь общине и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку до нём очень много обязанностей перед другими людьми. И вот он, придя на кладбище, идёт по направлению к могиле своей тёщи, и вдруг он слышит какой-то звук. Он оборачивается и видит, что вот по дорожке за ним ездит такой некий маленький трактор Хеврык-Адиши и везёт гроб. Так мне, во всяком случае, сказали, что в Америке принято не так, как у нас в Израиле, в Талите хоронить, да, а сейчас их привозят, во всяком случае, к могиле в гробу. И вот за этим маленьким трактором идут два молодых человека. Вот трактор останавливается совершенно недалеко от этого раввина. И водитель этого трактора, который является представителем Хеврык-Адиши, снимает этот гроб и пытается донести его до могилы. И два молодых человека, которые сопровождали этот трактор, просто достают из сумочки ключи от машины, разворачиваются и уходят. Раввина очень сильно удивляется этому, вообще совершенно непонятная какая-то вещь. И он бежит, догоняет этих двух молодых людей и спрашивает, кем они приходятся умершему. Что они отвечают, мы сын и дочь. Тогда он спрашивает, но почему же вы уходите? Вы уходите, даже не отдав честь своему папе, никого там больше нету, кроме вас. На что эта пара детишек отвечает, что они уже посмотрели, они уже увидели, где будет могила их папы. А дальше вот похоронить, это работа Хеврык-Адиши, им совершенно неинтересно и не нужно там присутствовать. Им неинтересны эти самые еврейские штучки. И они развернулись и ушли. Раввин видя вообще только один представитель Хеврык-Адиши, который вообще сам выбился из сил. Он понимает, что он находится, видимо, там, при нем это случилось, именно для того, чтобы помочь в захоронении этого человека, этого еврея. И раз он тут оказался, значит Всевышний хочет, чтобы он поучаствовал в этих похоронах. Хотя у него человек очень важный, у него совершенно нет времени, ему надо скорее бежать. Он вообще зашел, думал, только вот сделать так, чтобы освободить себе время. Но, тем не менее, он берет лопату и начинает помогать рыть. Он роет могилу и помогает хоронить, помогает потом сначала вырыть, а потом, наоборот, закопать вот этого еврея. После этого он бежит по кламбищу, находит миньян. И вот уже заканчиваются похороны. И вот этот работник Еврокатиши выдружает на вот этот холмик, где похоронен этот еврей, табличку с именем. Травин посмотрел на это имя, и, в общем, она ему запала в голову, запала в память. Грязный, плотный, уставший, он уже совершенно не мог пойти и помолиться на могиле своей тёщи. И он понял, что в этом году, видимо, будет так, как всегда, и в эрф-рошишанане приедут женой, будет как обычно. И вот он возвращается домой, ехать ему далеко, дорога дальняя, и всё время в голове он прокручивает вот этот странный случай. Никогда с ним вообще такого не случалось. И ему невероятно сильно захотелось узнать, что же это за еврей и почему его так хоронили. И также, почему Всевышний подвёл вообще его к этой ситуации, зачем он там был и чему он должен был научиться. Ну, он понимает, что еврейский мир, он очень маленький. И что он делает? Он начинает расспрашивать своих знакомых раввинов, не знали они этого человека, по такому мнению, какая история этого человека. Но ни один человек даже не слышал этого имени. И тут ему посоветовали обратиться к очень пожилому раввину, который когда-то был Рош-Яшива. Той самой Рош-Яшива, где когда-то сам этот раввин учился. И Рош-Яшива этот был человек пожилой, но при этом он знал пол мира. Сотни тысяч евреев прошли у него перед глазами через его Ишиву. И вот он звонит этому Рош-Яшиве и рассказывает историю, которая с ним приключилась. И очень просит ему помочь. Эта история у него не выходит из головы. То, что с ним произошло, его полностью потрясло. Он не знает, как это кушать, как этому подходить. Рош-Яшива говорит, что он не помнит такое имя, но он поищет по своим каналам. Проходит небольшое время, и вот Рош-Яшива звонит ему и говорит. Знаешь, я покопался в документах, и я нашел, узнал, что это за человек. И я хочу тебе рассказать одну историю. Когда ты только поступил учиться в нашу Яшиву, к нам пришел твой папа. Он заполнил все бумаги, выдал нам чеки на обучение, чеки на год вперед. И ты начал учиться. Наша Яшива, она одна из самых лучших, которые есть в Америке. И обучение в нашей Яшиве стоило тогда 2000 долларов в месяц. Папа твой был человеком с хорошим заработком, и, в общем, ничего не предвещало беды. Но вот через некоторое время мне звонит твой папа и говорит, что он обанкротился. И его счет закрыт, и он, к сожалению, больше не сможет платить за твое обучение. Сказать тебе, своему сыну, который с такой радостью, с таким счастьем поступал в эту Яшиву, сказать тебе, что у него закончились деньги, и ты заканчиваешь свое обучение, он не может просто тебя так сильно огорчить. И поэтому он просит меня, рожь Яшиву, каким-то образом донести до тебя эту информацию. Понятно, что все Яшивы в Америке, они частные, государство не участвует и не субсидирует, не участвует в их оплате, не субсидирует их. И понятно, что если папа не платит, то Яшиве просто не на что содержать ученика. А ты, говорит ему Рожь Яшива, был очень хорошим учеником. Я просто не представлял, как я могу тебя отчислить. И вот я решил попробовать найти, попросить у разных обеспеченных людей общины помочь в оплате твоей учебы. И как раз в это время ко мне приходит вот этот самый человек, которого ты похоронил ими, которого ты попросил у меня узнать, и о судьбе его, и о том, кто это, что это. И вот этот человек ко мне приходит со своим рассказом. Он рассказывает, что его дети отошли от Тары и Митцвод. И он просит у меня у Рожь Яшивы, у Равина, дать ему совет, что же ему делать. И тогда я ему рассказал про твой случай, про то, что твой папа обанкротился, он не может платить за твою учебу, а ты очень одаренный ученик. И в этот момент этот человек принимает решение, что он берет на себя оплату твоей учебы. Ни твой папа, ни ты никогда бы не узнали про это. Но все твое образование ты получил благодаря этому человеку. А Всевышний подарил тебе, дал тебе редкую возможность вернуть долг тому, благодаря кому ты выучился и стал, кем ты стал. Вот таким образом мы с вами начали говорить о законе, который у нас есть, о законе суда, мера. Есть, судят иногда по суду, а иногда судят меру за меру. А Рамхаль объясняет, что вообще воздаяние, оно делится на две части. В этом мире и в мире грядущем, воздаяние в грядущем мире заключается в том, что согласно поступкам человека в этом мире он достигает определенного уровня истинного блага, приобщения к Всевышнему. И этим человек будет наслаждаться там, в грядущем мире, в будущем мире будет наслаждаться вечно. Что же происходит в этом мире? В соответствии с действиями человека мы получаем награждение или то, что нам полагается. Всевышний определяет каждому из нас, какие успехи у нас будут, какие достижения материальные, физические, всякие остальные. Есть у заповеди такая вещь, что согласно праведной мере правосудия мы должны быть вознаграждены как и в этом мире, так и в грядущем. Не может быть, чтобы человек получил за свои заслуги. Всё тут, а в грядущем мире ему ничего не осталось. Сказано, что награда за добро в 500 раз больше. То есть Всевышний делает человеку в 500 раз больше добра, чем человек совершает тут. Мы понимаем, что мы с вами, люди и особенно евреи, они руки. Мы тут тело, которым Всевышний руководит этим миром. И, соответственно, если мы делаем хорошие дела, это Богу угодно, то Всевышний, как я говорю, никогда не остаётся должен. Но это мы с вами говорили про хорошие дела. Есть ещё и наказание. В Туре есть множество примеров тому, как Всевышний наказывает грешника тем же способом, которым был совершён грех. То есть отмеривает ему той же мерой, какой он отмеривал другим. Как, к примеру, мы знаем, египтяне бросали еврейских младенцев в Нил, в воду, да, и в наказание, что случилось, они были сами утоплены в Красном море. И если мы уж начали вот говорить про похороны, с этого мы начали наш урок, то Мошер Робейну, он позаботился о прахе братца Иосефа. Как же можно его наградить за это? Ведь не было же никого выше Мошер Робейну. Не было и нету сейчас, да, пока не придёт наш праведный Мошер. И поэтому нет никого выше его и некому воздать ему достойную честь в его погребение. И что происходит? Всевышний сам его хоронит. Когда Мошер Робейну умер, земля вокруг него осыпалась, и она стала ему могилой. И в книге «Дворим» написано, что Всевышний сам похоронил его в долине. И ещё пару примеров. Один, если мы вспомним с вами Шимшона, Самсона по-русски, да, помните его историю, он был из колена дан, являлся 13-м судьём народа Израиля, и про него написано в книге «Шофтим судья». И вот если вы помните эту историю, ему выкололи глаза. Медраж говорит, что это потому, что он засматривался на фалестимлянских девушек. Когда он привёл с собой долину, его спросили, зачем ты её привёл в наш народ? И он ответил, она красива в моих глазах. Да, и поэтому, когда человек делает то, что ему запрещено, запрещено Всевышним, тем более это был судья, да, человек, который стоял на наивысшей как бы ступени, соответственно, к сожалению, наказание мера за меру. Ну и ещё один, может быть, более близкий по нашему времени и неизменный пример, который был в моей практике. Ко мне пришла одна женщина, и она мне рассказала, что она застала своего мужа, который анонировал на разные порнофильмы и на разные фото всяких девушек. Очень грустная история. Что произошло со временем с этим человеком? Муж стал полным импотентом. Вместо того, чтобы исполнять заповеди, создавать хорошую и красивую еврейскую семью, человек потакал, может быть, своим каким-то, своей похотью, своим внутренним желанием, и, к сожалению, это привело его в очень неприятную ситуацию. В общем, мы с вами более-менее поняли принцип меру за меру, и давайте попробуем сейчас перейти ко второй части заявленного урока. Я немножечко разрежу обстановку и, может быть, расскажу некий анекдот. Вот один человек заходит в магазин, где продают попугайчиков, и начинает кричать, «Кого вы мне подсунули? Я вам заплатил целых пять тысяч шекелей, и что я имею за это?» Каждый, кто подходит к клетке моего попугая, он начинает проклинать, «Чтоб ты сгорел, чтоб ты вздохнулся, чтоб ты потонул», ну и так далее. Продавец задумался и говорит ему, «Смотри, даже не знаешь, что сказать, не было у меня такого случая, но вот есть у меня еще один попугай, и про этого попугая я тебе точно скажу. Он рос в доме праведника, в доме Габая-синагоги, он всегда там слышал только хорошие слова, он слышал молитвы, он видел, как люди молятся и учат Тору. Возьми его себе тоже, и тогда праведник вернет твоего негодника к Чуве». Через два дня этот покупатель опять возвращается, и еще более злой, и говорит, «Что ты наделал? Ты себе просто не представляешь, что у меня теперь творится дома». «Когда первый попугай кричит, чтоб ты сдох, второй попугай отвечает ему «Амэн». «Когда первый попугай кричит, чтоб ты подавился, второй отвечает ему «Кэн и ярацон». Да, чтоб так исполнилось». И сегодня это мы пытались начать говорить, может быть, в более такой смешной форме про проклятие. Но тема, которой мы все-таки коснемся, это 98 проклятий, которые сказал Моше Рабейну за два дня до своей смерти. Странная и непонятная вещь. Мы с вами знаем на протяжении всей Торы, на протяжении всех рассказов, всей истории, что Моше Рабейну был тот человек, который был готов отдать свою жизнь за народ Израиля, который всегда был защитником евреев перед Всевышнего. Он не давал нас уничтожить, когда мы совершали все грехи подряд на протяжении истории. И вот за день до своей смерти он дает 98 проклятий. Казалось бы, человек понимает, он узнал, на сколько дней ему осталось. И вместо того, чтобы уйти так, чтобы хорошо про тебя помнили, сказать что-то хорошее, уже последние дни скажи что-то приятное еврейскому народу, дай благословение. Нет, нет, удивительные вещи. Он перечисляет 98 проклятий, которые выпадут на наш народ, просто на наш народ, на каждого еврея лично, если мы не будем соблюдать Тору и того, что хочет от нас Всевышний. Да, вместо того, чтобы успокоить народ и сказать, ну все мы люди, ну все мы ошибаемся, Всевышний велик, он все поймет, он все простит. Нет, нет, он перед самой смертью, он нас пугает. Вот как вы, как каждый из нас реагирует, когда его кто-то проклинает? Давайте подумаем. Как каждый из нас относится к тому, что он слышит в свой адрес проклятие, что с нами происходит? А иногда в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, что-то такое происходит, какое-то горе, какая-то беда, происходит что-то плохое. Мы совсем не хотели, чтобы с нами это произошло. И каждый из нас, ну вот так происходит чаще всего, что каждый из нас, он ищет себе оправдание. Каждый из нас выискивает, почему ему это не положено. Ну вот какая интересная штука. Что страдая, не евреи, они обычно отказываются от Бога, они все-всех винят, да. А вот евреи, когда с ними происходит несчастье, когда они страдают, они наоборот. Они признают его, невзирая ни на что. Очень странная такая штука. И в результате эти самые евреи, которые страдают во имя Всевышнего, или для того, чтобы, да, нету такого, что то, что мы получили какое-то наказание в этом мире, оно было бы просто так. Да, за всё, что с нами произошло, как мы только что сказали, мера за меру, Всевышний даёт нам, но я не буду говорить наказание или наоборот, какие-то положительные вещи. Награду. Получаем награду в этом и в том мире. Вот Моше, он призывает народ. Последний день своей жизни, он призывает народ, и он говорит, что вот этот день, этот день, последний день существования в этом мире, и последний день перед тем, как они войдут в землю Израиля, он говорит, что этот день подобен дню дарования Торы. И Всевышний заключает с вами новый договор, и скрепляет его клятвой. Зачем же Всевышний заключил с евреями новый договор перед входом в землю Израиля? И есть объяснение этому, что вот в полной изоляции нас, когда мы шли в окружение облаков славы, когда перед нами была выслана дорога, мы были в пустыне, да, и полностью зависели от Всевышнего, Божественного провидения, да, можно было бы сказать, что вот эта ситуация, она принуждает, принудила наш народ соблюдать Тору ради выживания. Поэтому Всевышний решает, что нужен новый закон, новый брит, новый завет, да, но не тот новый завет, который там другие народы читают, да, что-то, новый завет внутри той самой Торы, которую он дал для вступления в землю Израиля, особую землю благоденствия, изобилия, да, и евреям грозит огромная и серьёзная опасность, если мы будем небрежно исполнять заповеди или забудем Всевышнего. Интересно, что вот этот брит, этот союз, он обязывает даже тех евреев, которые родятся в будущем, да, хотя физически в тот момент заключения, вот этот последний день, когда Муши Робейну был на этой земле, да, мы не присутствовали там, да, сказано, что наши души всё равно присутствовали в этом собрании, да, так же, как при даровании Торы присутствовали души всех евреев. И вот в этот момент Муши Робейну говорит о будущем, о том времени, когда евреи, к сожалению, станут поклоняться идолам, да. И он сказал, что когда в будущем неевреи увидят, как вас наказал Всевышний, опустошив землю и изгнав вас оттуда, и спросит, почему из всех народов земли страдаете только вы, ваши потомки признают божественную справедливость, потому что вы приняли его завет, а потом его нарушили, да. И с этого дня Всевышний возложил на каждого из нас ответственность не только за грехи общины, но и за приглашение каждого-каждого из нас. Мне очень важно сказать одну вещь, может быть, вы обращали внимание, а может быть, нет на это, что один из признаков того, как Всевышний хранил и со своей стороны исполнял вот этот наш союз, когда он изгонял отсюда евреев из земли Израиля. Здесь проходило много народов, много народов, которые хотели завоевать эту землю и построить здесь римляне, сравняв, уничтожив храм, сравняв землю, сравняв Иерусалим вообще с землёй. Они хотели там построить новый город, который назывался Капитолина, хотели назвать его Капитолина, да, со своими идолами, со своими как бы не смогли. И вот на протяжении всей нашей истории и до создания еврейского государства, когда евреи начали возвращаться сюда, но на самом деле я хочу сказать, евреи, которые возвращались в начале прошлого века, первые евреи, да, большой вот этой алии, земля Израиля попала им в руки в том же самом состоянии, в каком она была, когда разрушили наш храм. На этой земле не может жить и не может существовать никакая империя и никакой народ, потому что Всевышний бережёт эту землю только для нас. Да, и поскольку евреи ответили, что Мушемы согласны нести ответственность за грехи наших братьев, которые совершены публично, да, то есть которых мы не смогли предать суду, но не за тайные прегрешения, и Всевышний уступил в этом договоре и согласился взыскивать евреев только за явные грехи. Так что же вот за эти девяносто восемь проклятий, девяносто восемь клалот, да? Интересно, что девяносто восемь на еврите звучит как цадик хэт. Цадик хэт, да? То есть мы можем исправить тот наш хэт, и вот эта гематрия этих слов тоже нам даёт некий намёк, что на самом деле хэт может превратиться в цедок, и проклятия могут перевернуться в благословение. У евреев известно, что наш мир построен словом, и поэтому мы с вами все точно знаем, что если что-то вырвалось из нашего рта, да, то оно возникает в этом мире в некой проекции. И тем не менее мы иногда позволяем себе ругаться и проклинать. Нам кажется, что если мы обругаем того, кто причинил нам неудобства, да, кто-то, кто нас обогнал на повороте или наступил нам на ногу, то что мы здесь, что произойдёт, мы вернём как бы, как бы. Мы себе вернём как бы потерянное достоинство. Если мы скажем несколько плохих слов, «Наступили на ногу очень больно, и тра-та-та-та-та-та-та-да», и вот высказались, и нам становится легче. Ну вот в Таре есть такой запрет. «Не проклинай глухого». «Не проклинай глухого». Почему же глухого? Ну, один из ответов, что даже глухого, да, тем более кто не слышит, так ты его не проклинай. Но есть ещё один пируш, ещё одно объяснение, что то, что мы вынули изо рта, да, захотели кого-то проклясть, кого-то обругать, во-первых, мы начинаем чувствовать свою силу и начинаем к этому привыкать, да. То есть у нас появляется понятие, чтобы стать сильным, надо, чтобы из тебя вышло что-то плохое, это сильное плохое, это сила этого плохого, это, может быть, проклятие, она тебя поднимает на другим, у тебя появляются какие-то права, нам кажется, что мы можем на кого-то наехать с угрозами и получить то, что нам надо. Да, потихонечку это самое становится нашей второй натурой. Сказано, что тот, кто Микалель, тот сам Миткалькель. Если да, это принесёт горе другому, то и тебе это вернётся с процентами. А представляете, не дай бог, ты сказал что-то плохое глухому. Тот, кто вообще безответен, тот, кто вообще ничего не может, всё, что ты ему сказал, оно возвращается к тебе, если там мы сказали, да, за хорошие дела, мы получаем в 500 раз больше, то тут то же самое нам возвращается именно таким же образом. И сказано нам, «Альтифтахпэли сатан» не открывай рот сатану, да, лучше бы, чтобы твоё имя никогда не упоминалось, когда открываются книги суда. Если мы кого-то обидели, и этот обиженный начинает молиться Всевышнему, говорить, вот он мне сделал это, вот он сделал мне то, и по-всякому может быть обида. Ты обидел кого-то справедливый, несправедливый, разные бывают ситуации, но в тот момент, как ты сделал кому-то что-то плохое, начинают сначала проверять тебя. Там, на том суде, не только тот, который будет в Рошеша на суде, а каждый день, в ту секунду, когда ты сделал что-то плохое, открывается книга твоей жизни, просматриваются все твои поступки. А поскольку мы знаем, что нет ни одного человека, ну практически, да, нет таких праведников, которые всегда праведники, на каждого человека, как говорится, можно что-то найти, сделать дело и так далее, то есть не дай Бог. Но у евреев, и вот эти 98 проклятий в Маше, у них есть особая вещь. Я вам сказала, это проклятия, которые для нас должны обернуться благословением. Благословением, потому что, ну представляете себе родителей, которые разрешают своему сыну все, разрешают своим детям абсолютно все, которые не считают, что где-то надо наказать, где-то надо остановить, где-то поставить надо какие-то границы. И вот самое страшное было, самое страшное, когда родителям безразлично, что происходит с их ребёнком, да, когда Всевышнему безразлично, что происходит с его народом, и вот когда ему безразлично, что происходит с людьми, эти народы приходят и уходят. А евреи, которые, где бы они ни были, в какую бы ситуацию они ни попали, они всегда тут, потому что именно эти страдания, именно эти проклятия, они приносят нам благословение, они нас берегут, они нам не дают делать плохого. И я хочу вот вам пожелать, каждому из вас, чтобы мы находимся в месяце Луль, совсем близко к Роше Шана. Я очень хочу вам пожелать, чтобы когда Всевышний открывал вашу и нашу книгу, он находил там только хорошие дела, находил там самое лучшее и дал бы каждому из вас, выписал там вот большой чек, который бы вы тут своими поступками могли бы спустить себе в жизнь. Шана Тува. Всего хорошего каждому из вас. До свидания.